Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим фигурку старейшины хищника от компании Макфарлан по фильму «Чужой против хищника». Фигура персонажа, равно как и фильм, вышла в далеком 2004 году. Для своего времени она была шедевральна. Тодда отлично поработал над скульптом существа. Валары густого голубого цвета говорят о том, что этот охотник прожил удивительно долгую жизнь. На лбу традиционный шрам. Глаза подведены. На шее видна позолоченная застежка от тяжелого красного плаща. В валары вплетены различные украшения. Плечи и грудь прикрыты церемониальной броней, поверх которой свисают на ремне трофеи. Тело покрыто сетью. На обеих руках длинные лезвия. Бронепояс с пластинами на боках защищает нижнюю часть уловича старейшины. От щиколоток до колен. Ноги также прикрыты доспехами, а на ступнях сандалии с когтями. На левой руке находится компьютер. Чуть выше закреплена маска старейшины, служащая ему наплечником. На правой ноге ножны для кинжала. А на руке стандартные кичтипа вдобавок к огромным лезвиям. Артикуляция. Подвижна голова. Руки вращаются в плече, благодаря шарниру. В локтях осевое сечение. В наличии вращение в кистях. Наручный компьютер открывается. Детализация просто потрясает. Если приглядеться, то можно даже разглядеть те самые таинственные символы языка яутов. Есть точка соединения в груди и вращение в поясе. Ноги в тазовом соединении на шарнирах. В бедрах осевое соединение. Очень тугое. Напротив колени сгибаются плавно. Ступни на шарнирах. Единственным аксессуаром является кинжал. Для демонстрации роста этого хищника сравним его со старейшиной Лост Клана. И творение Тодда даже выше. Вместо того, чтобы вылебить танкообразного здравяка, Макфарлан исправил косяк режиссера и преподнес нам хищника-аристократа. Тут его от себя тина себя оправдала на 100%. Как и лезвия, которых не было в фильме, но являющийся частью полного образа героя. В целом перед нами отличная и яркая фигура. Настоящий раритет по меркам фигуростроения. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. А я желаю вам удачи. До следующей встречи.